Значит, в чем, собственно, будет оставшаяся часть курса, вокруг чего будет крутиться? Она будет крутиться вокруг уже численных алгоритмов, которые будут применяться в системах адаптивных предметов. Здесь, на самом деле, у нас во всех этих методах мы использовали какие-то аналитические конструкции, плюс вот эту простую идею с интегратором. То есть как в PI-регуляторе, так и в управлении с методом ACAR. Это так и чисто алгебра и немного вот таких практических простых приемов для построения адаптивной системы. Для того, чтобы перейти к более сложным системам, нам нужно будет сейчас чуть-чуть погрузиться в мир численных алгоритмов. То есть как вообще все это строится, что там является базой. Ну, сразу забегая вперед скажу, что у нас, скорее всего, вам уже знаком метод градиентного спуска. Это такой золотой алгоритм, который практически везде используется в том или ином виде. Ну, не считая там методов рандомного поиска. Ну, они нам не так интересны, потому что генератор случайных чисел в системе управления – это что-то страшное. Поэтому у нас все-таки такие используют детерминированные алгоритмы, в первую очередь. Вот такой, как алгоритм градиентного спуска. Вот. И эти алгоритмы используются для того, чтобы решать задачи, связанные как с идентификацией, так и с оптимизацией регуляторов в реальном времени на основе той информации, которая у вас есть. То есть речь не идет о решении задачи оптимального управления, где, например, вы заранее берете модель, у вас известны все коэффициенты, и вам нужно посчитать оптимальный закон управления, удовлетворяющий некоторому функционалу, критерию оптимальности. Вот. Здесь речь идет о том, чтобы в реальном времени, только на основе измерительных данных, возможно, с использованием некоторой априорной информации о том, как ваш объект устроен, например, зная структуру дифференциальных уравнений вашего объекта, описывая канал поведения систем, то есть как управление воздействует на управляемую величину. Примерно то же, чем мы занимались в методе ACARP. Перед тем, как синтезировать, мы прописывали, как каждая переменная воздействует на другую переменную. Вот. Искали законы внутреннего управления. Вот. Здесь примерно вот такие же идеи, но немножко с другого ракурса. То есть, исходя из того, что у вас уже нет точно аналитической модели, вам необходимо решать как-то задачу, да. Здесь вот есть как раз два подхода основных, таких огромных два класса систем. Первый – это система идентификационного типа, где происходит, по сути, идентификация объекта. То есть, у вас есть модель объекта, у меня есть набор неизвестных коэффициентов. В процессе функционирования, анализируя предысторию того, как вы управляли, то есть, по сути, заглядывая назад, как система реагировала на ваше управляющее воздействие, вы можете произвести идентификацию системы прямо в реальном времени. То есть, брать данные и рассчитывать коэффициенты на основе этих данных. То есть, это такие элементы машинного обучения, как сейчас модно говорить, data science. То есть, грубо говоря, построение такой адаптивной модели, которая в процессе функционирования анализирует поведение системы и на основе этого анализа выбирает коэффициенты. А дальше уже, зная коэффициенты, применяется либо заранее уже какая-то заложена структура, закон управления, например, как методи АКАР. Это была аналитическая функция с набором неизвестных коэффициентов, например. Если у вас модель неизвестна, вы будете решать задачу. Синтезы в общем виде. То есть, у вас уже будет не числа при коэффициентах функции, а это будут какие-то переменные, там, А, Б, С и так далее. И, соответственно, вот эти А, Б, С, они получаются из модели объекта в процессе синтеза. И зная коэффициенты в реальной модели, то есть в процессе идентификации, вы можете их просто подставлять в функцию, которую вы получили по методу АКАР. И получать уже непосредственно расчетный модуль, который будет выдавать он управляющий воздействие. То есть, это первый тип систем, он такой наиболее популярный сейчас, потому что, помимо того, что вы... Во-первых, вы всегда можете объяснить, как ваша система работает. То есть, понятно, что если вы знаете модель объекта в реальном времени, вы можете и правильно посчитать управляющие воздействия. Ну, скорее всего, сможете. Во-вторых, помимо управления, вы можете также еще заниматься идентификацией. То есть, это элементы таких программных сенсоров, то есть софт-сенсоры, как сейчас любят называть, которые позволяют вам еще и заглянуть внутрь объекта, не имея реальных датчиков. То есть, так называемые виртуальные датчики. Вот поэтому это направление очень популярно. И, как правило, адаптивная система получается не сразу. Сначала строят такие виртуальные датчики, подтверждают практикой, что они правильно показывают информацию, а только затем начинают уже сверху городить некоторую систему управления, которая основывается на этой информации. Есть много примеров таких систем, и мы с вами, наверное, на заключительных лекциях с такими примерами, ну, приближенными к реальности, познакомимся. Вот, это первый тип. И есть второй еще тип – это прямая оптимизация регулятора. То есть, вы задаете критерий качества работы вашей системы. Ну, например, у вас есть показатель качества время регулирования. Или у вас есть показатель качества устойчивой системы. Или приближение к целевой функции. Вот, как мы целевые функции выбирали в методе Accard, это тоже могут быть такие прямые показатели качества системы. Вот, и вы используете показатели качества, чтобы оптимизировать поведение вашей системы. Без завязки на то, как устроен ваш объект. Вот, это другой совершенно подход. Значит, у нас тоже будет несколько алгоритмов, которые мы рассмотрим для примера. Но так или иначе, что первый, что второй подход, они основываются на классических численных алгоритмах, то есть решения численных задач. Суть этих задач сводится, как правило, к тому, что у вас есть некоторая функция, зависящая от аргумента, которая имеет некоторый минимум или максимум. И ваша задача в том, чтобы найти этот минимум или максимум, шевеляя вот этот параметр. Вот. Наиболее самым простым, самым известным методом является, ну, самый простой метод – это метод тыка. Вы начинаете рандомно выбирать, или даже переборы, да. Вы берете сетку и начинаете перебирать просто точки вот в этой функции, да, и считать значения в каждой точке. А потом просто сравниваете значения и находите минимальный. Это самый простой способ. И, кстати, сейчас он набирает популярность. То есть есть целые библиотеки, такие как SkyKit Learn, где есть целый класс алгоритмов Grid Search, то есть поиск по сетке. То есть исходная функция оптимизируемая, она разбивается на некоторую сетку, то есть, вернее, ее аргументы, они представляются в виде сетки значений, то есть там, грубо говоря, есть x, y у этого g, и x там от 0 до 10, там со скважностью 0,5. То есть 20 точек и то же самое по y, 20 точек. Вот 20 на 20 получается 400 точек. Такая сетка двухмерная, которую, перебрав каждый элемент которой, можно посчитать в ней значение вот этого коэффициента, вот этого элемента g, и сравнив между собой, можно с неплохой точностью найти минимум. Вот. Единственная проблема — это производительность, то есть, вернее, вычисленные ресурсы, которые вам нужны для того, чтобы это сделать. Когда у вас две координаты, наверное, это еще немного. Вот когда у вас, например, там, 2000 координат, и вам нужно не меньше, там, миллиона точек на каждую координату, то, к сожалению, такие методы уже не работают. Хотя, тем не менее, все равно сейчас это пытаются делать. Сейчас есть дешевые вычислительные мощности. Можно там за три копейки арендовать какой-нибудь вычислительный кластер где-нибудь в Google Cloud. Вот. Можно применить GPU с массово-параллельными расчетами для ускорения процесса. То есть, так или иначе, такое простое направление, как просто перебор, он тоже сейчас набирает популярность. В силу своей простоты. Вот. Но у него еще есть одно, еще огромнейшее преимущество в том, что вы ищете, как правило, достаточно с неплохой точностью, находите глобальный минимум. То есть, если у вас у функции есть несколько таких вот минимальных точек, то вы можете их найти, просто перебрав значения, да. Все значения вы всегда сможете найти с некоторой точностью вот это вот минимум. Вот. Но, опять же, повторюсь, для многих задач, если, например, говорить о регуляторах, промышленных регуляторах, где вычислительные мощности достаточно скудные, даже несмотря на, там, даже если там стоит какой-то мощный процессор, типа Intel, Atom и так далее, то есть для встроенных систем. Тем не менее, там много других операций, манипуляций, которые нужно выполнять, и произойти такой полномасштабный поиск достаточно проблематично. Вот. Поэтому там часто применяются более такие целенаправленные алгоритмы, такие, как метод градиентного спуска. Вот. Есть еще нецелено, ну, скажем так, рэндом, ну, случайно. Ну, как называют метод Монте-Карло, когда вы начинаете не по сетке двигаться, а вы начинаете просто рэндомно выбирать числа, да. И тоже показано, что это работает быстрее алгоритм, чем... Он быстрее обеспечивает сходимость, чем алгоритм полного перебора, то есть поиска. Вот. Но это тоже не очень интересно для системы управления, потому что, хотя и производительность уже у него неплохая, то есть на уровне метод градиентного спуска, в целом он позволяет находить гораздо больше, чем метод градиентного спуска, то есть за счет того, что он рэндомно перебирает, он вот не зависит от количества минимумов. Вот. Но, тем не менее, вот эта вот рэндомность, да, она не гарантирует качество за заданный интервал времени. Вот. Поэтому самое интересное для нас – это метод градиентного спуска. Его идея, вот, пытался изобразить, да, что ваша система, он как мячик, который находится на некоторой горке, на пригорке, и ваша задача – спуститься вниз, то есть найти минимум. Сразу же возникает ограничение, что минимум должен быть только один, он должен быть глобальным, и в этом минимуме значение должно быть минимальным, да, то есть вот. И как бы идея метода градиентного спуска стоит в том, чтобы взять просто производную в каждой точке, вот вы находитесь в этой системе, взяли производную, производная – это касательная, и дальше двигаться либо влево, либо вправо, в зависимости от знака этой производной, да, ну, значения этого производной. То есть вот вы здесь находитесь, да, у вас касательная двигается сюда, значит, у нее положительный угол, положительный тангенс. Соответственно, вам нужно двигаться в противоположную сторону от значения, от того, куда вам указывает производность. Производный вам указывает сюда, то есть рост идет в эту сторону. Значит, вам нужно двигаться назад, чтобы спуститься в минимум. Если вы пытаетесь искать максимум, значит нужно двигаться наоборот, в большую сторону. В этом идея мета градиентного спуска. За счет того, что по мере приближения к минимуму у вас он будет изгибаться и становиться горизонтальным, у вас будет уменьшаться производная. Поэтому по мере приближения у вас градиент будет становиться все меньше и меньше. Вот эти шаги итеративные, то есть по сути у вас на каждой итерации вы смещаетесь чуть-чуть. Там меряете производную, заново смотрите, насколько вам куда сместиться и вот так вот так скачете. Потом, когда перескочили, воспроизводная стала отрицательной. Соответственно, вам нужно двигаться в противоположную сторону, значит вы пойдете в сторону роста. И вот так вот как мячик вы будете вот так колебаться, колебаться и в конце концов придете к минимуму. В этом основная идея мета градиентного спуска. И здесь, собственно, добавить особо нечего. Кроме того, что есть целый набор требований к системам, которые будут оптимизироваться таким образом. Это, во-первых, наличие вот этого минимума, да, куда будет передвигаться система, потому что функция может вообще не иметь минимумов. Это линейная функция, вы будете до бесконечности так вот падать и проваливаться. Вот. То есть у него должен быть минимум. Значит, у функции этот минимум должен быть единственным, иначе вы придете только к какому-то локальному минимуму, да, рядом у вас будет глобальный еще. Вот. И в ней не должно быть разрывов. То есть, грубо говоря, не должно быть такого, что у вас идет минимум, сюда вот ударился, да, а потом, например, пошел вот так куда-то сюда. То есть, таким образом будет сложновато найти. То есть, он просто перескочит и пойдет куда-то дальше. То есть, вот такие три требования, если вы сможете сформулировать вашу задачу адаптивного управления, идентификации или прямой оптимизации регулятора с помощью вот таких вот критериев, то вы можете использовать метод градиентного спуска для решения задачи оптимизации. Сам метод, он достаточно примитивный. То есть, у вас есть какой-то настраиваемый коэффициент, но, предположим, это, если это система идентификации, то это параметр вашей модели объекта. Вот. И это, по сути, разностное уравнение, где каждое новое значение, это предыдущее значение, плюс g, некоторый коэффициент, который определяет скорость движения к цели, да, помноженный на градиент, по сути, производную. Вот. Ну и g, соответственно, должна быть отрицательной, чтобы находить минимум, либо положительной, чтобы находить максимум. Вот и весь метод градиентного спуска. То есть, в принципе, тут ничего такого нет. Самое интересное касается вот этих вот частей, то есть, как обеспечить, как, во-первых, сформулировать вот этот вот функционал, да, исходя из нашей задачи. И второе, как добиться того, чтобы вот эти три элемента выполнялись. Вот. Ну мы сейчас про это поговорим, да. Ну, просто на примере посмотрим, вспоминаем наш кран, где мы поднимали некоторую массу от одного значения до другого, да. То есть, у нас есть коэффициент, который задает массу груза, который мы заранее не знаем. Возможно, мы что-то еще не знаем. Например, не знаем, у нас, например, исполнительный механизм постепенно выходит из строя, да, и у него там какая-нибудь контержавчина появляется, он считает, что по-другому работает, характеристика меняется. Вот. Мы, например, можем не знать параметров крана. Если, например, мы делаем систему управления не для одного крана, а какую-то универсальную систему, которая на любой кран может ставиться, да, то, соответственно, мы это тоже можем не знать. Таким образом, тут можно, на самом деле, много разных вариантов того, что нам известно, что неизвестно. Там длина может меняться, там выдвигаться стрела вперед-назад. Вот. Так или иначе, все может быть, да. Вот. Как решается задача? Значит, если мы сейчас рассмотрим просто простой пример, ну, для того, чтобы понять, как работает метод градиентного спуска, простой пример связан с идентификацией. То есть мы посмотрим только систему первого порядка, первого типа, где мы сначала производим, определяем коэффициенты, в реальном времени определяем коэффициенты нашей модели, да, и потом используем их для того, чтобы получить некоторое оптимальное управление. Ну, здесь вот оптимальное управление, оно, на самом деле, синтезируется по методу эталонной модели. Задается эталонная модель второго порядка, просто линейное дифференциальное уравнение второго порядка. При подходящем выборе коэффициентов, T1, T2, то есть постоянных времени, можно добиться, например, вот такого переходного процесса в ней. То есть это, в принципе, нас вполне устраивает, допустим. Вот. Имея такую эталонную модель, можно применить метод эталонной модели, подставить его в наше исходное уравнение, получить алгебраические уравнения управления. При условии, что мы знаем эти коэффициенты. Если мы коэффициентов не знаем, мы можем начать анализ. То есть, ой, не анализ, а построить систему идентификации, которая будет эти параметры определять. Значит, тут-то какие у нас приемы. Первый прием нам нужно для построения системы идентификации получить некоторую историю. То есть, по сути, для идентификации нам нужно вот, вот этот алгоритм, он описывается в виде разностного уравнения, да, а исходный объект у нас физический, и он непрерывный. То есть, никаких разностных уравнений там нет. Но у нас цифровой контроллер, в котором есть эта вот дискретность. Вот. Поэтому мы модель объекта сначала должны перевести в разностное уравнение. Вот. Это делается достаточно просто. У нас есть выражение для, опять-таки, мы берем некоторые приближения. Мы там чуть выше, чуть раньше брали приближение для интеграла, чтобы его реализовать в нашем регуляторе. Здесь в нашем регуляторе мы будем реализовывать производную, да. Мы берем просто производную как первую разность. То есть, производная – это, вообще говоря, реактор ряд Тейлора, да, в окрестности точки ТК. То есть, это первая степень будет, разница второй степени, третий, четвертый, пятый. Но мы все эти степени отбрасываем, оставляем только первую степень. У нас это, ну, то есть, грубо говоря, мы идем на некоторое упрощение для того, чтобы получить более простой и более грубый алгоритм, который, тем не менее, будет менее чувствителен к изменениям. Вот. Поэтому здесь вот простой прием первый – это просто замена производной на конечную разность. Вот. И дальше из нее уже можно будет вычислить новые значения для нашего ускорения, да. Вот у нас модель для ускорения была. Новые значения для нашего ускорения, да. Можем точно так же вычислить вторую производную по времени. Вот. Собственно, все, да. Дальше просто делается подстановка. То есть, мы вот это вот, мы теперь знаем, как вот эту штуку заменять. То есть, точно так же мы вторую производную можем заменить, да, как разницу первых производных, деленная на интервал времени. Тоже как первый разность. Получить тоже выражение для этого. Дальше, имея выражение для производных, первое и второе производные, мы можем их подставить в наше исходное уравнение вместо вот этих компонентов, вместо вот этой компоненты, вместо вот этих компонентов, вот, и получить, по сути, разностное уравнение объекта. Вот оно у нас тут получилось. То есть, мы подставили, получили модель в форме разностного уравнения. Теперь мы можем уже эту модель реализовывать в нашем контроллере. То есть, в каждый момент времени считать прогноз поведения на следующий интервал. Вот в чем, собственно, состоит суть идентификации, да. Мы строим, в каждый момент времени мы берем прошлые значения, которые у нас приходили в прошлые разы. Ну, предположим, берем только прошлые значения, да. Мы не берем там куда-то вглубь истории не залазим. Берем только прошлые значения. Значит, используем нашу модель, которую мы получили для того, чтобы спрогнозировать текущее значение этого коэффициента, это значение а, ускорение, да, движение углового ускорения. Вот. И сравниваем это угловое ускорение с реальным значением, которое пришло к нам с датчика. Получаем ошибку, то есть, насколько мы ошиблись при нашем прогнозе, насколько наша модель соответствует поведению реального объекта. Если она полностью соответствует, то мы выдадим тот же результат, что и реальный объект, то есть реальное показание датчиков. И у нас разница между ними будет равна нулю. Если отличается, то, значит, в нашем модели что-то не так, что-то не то. Мы предполагаем, что мы не знаем здесь только один коэффициент, да. Поэтому для того, чтобы найти этот коэффициент, мы можем использовать разницу между двумя моделями. То есть между моделью и показаниями реального объекта. Вот. И, по сути, вот эта разница, она становится некоторой ошибкой, на основе которой будет дальше формироваться наш функционал обучения. То есть, по сути, численный алгоритм будет заниматься тем, что будет подбирать значение M такое, чтобы текущие показания датчиков не отличались от прогноза этих показаний, основывающихся на предыдущих значениях. То есть, TK у нас находится, ну, например, TK у нас будет здесь, да, TK плюс 1 здесь. Мы пытаемся спрогнозировать сюда. При этом мы в этот же момент времени получаем показания реальных датчиков, сравнивая их, мы можем передавать эту информацию внутрь численного алгоритма, чтобы он подбирал нам в процессе функционирования этот параметр M. В этом состоит суть идентификации параметров объекта, ну, с помощью мета градиентного спуска. Значит, в нашем бортовой работе мы будем смотреть более сложный пример, но мы к этому еще вернемся. Вот, значит, что еще интересно, важно тут посмотреть, да, это то, что вот эти три условия, которые мы здесь описали, да, что система должна быть гладкой, должно быть единственное положение, единственный минимум в ней должен быть, да, она должна куда-то сюда прискакивать, вот, и он должен действительно минимум быть. Вот, все эти примеры, они вот могут быть легко проверены на основе этой модели, да, то есть подставляя, например, сюда реальное значение вместо оценки, то есть у нас критерий – это квадрат, критерий для алгоритма оптимизации – это квадрат нашей ошибки, где ошибка – это разница между показаниями датчика и реальным, показаниями датчика и тем, что показывает наша модель прогноза. Вот, соответственно, можно всегда сюда подставить вместо реального значения, вместо оцениваемого значения подставить реальное значение, да, и сравнить. Вот у вас есть реальное значение, есть оценка. Значит, подставляя сюда вот эти уравнения, значит, мы приходим к некоторому значению, к некоторому выражению, что вот такое вот выражение, оно должно быть равно нулю. И здесь вот видно, что оно будет равно нулю только если масса реального объекта будет равна той оцениваемой массе, которую мы получаем внутри нашего алгоритма. Отсюда следует, что действительно, если найти теперь производную вот эту функцию, она квадратичная, по настраиваемому параметру, который у нас алгоритм шевелит, мы увидим, что мы получим просто линейную функцию по отношению к нашему параметру, и которая говорит нам о том, что, во-первых, у нас минимум находится как раз в той точке, куда мы хотим прийти, то есть минимум вот этого вот функционала. Как только вы здесь окажетесь, то есть подберете правильное значение mc, у вас вот этот подобранный параметр будет равен реальному значению. То есть не зная реального значения, вы показываете, что он будет реальным. И второе, то, что у вас всего один минимум, то есть у вас это глобальный минимум. Ну и то, что оно непрерывно, это само собой разумеющество, потому что здесь все функции непрерывные. Синтез алгоритмов идентификации – это просто метаградиентного спуска, где рассчитывается градиент. То есть тут берется градиент, производная по настраиваемому параметру. Произведя небольшой вывод, можно получить это выражение. И алгоритм будет состоять из управляющего воздействия, которым мы чуть выше рассчитали, алгоритмы оценки, алгоритмы прогноза и, собственно, алгоритмы вычисления оценимого параметра. Вот в целом и все. Значит, это все, что касается системы идентификационного типа. Время заканчивается. В следующий раз мы с вами посмотрим практическую часть. Вот, нас сейчас должно отключить. Все, тогда давайте через неделю увидимся. Продолжение следует...